МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире специальный выпуск новостей. С вами Богдан Петров. 25 июля в стране начались прямые выборы сельских акимов. Напомним, что с инициативой по их проведению глава государства Казымжом Артокаев выступил 1 сентября 2020 года. 174 избирательных участка приступили к голосованию в Североказахстанской области, 10 из которых в Мамлюцком районе. Наша съемочная группа посетила район. Как организованы выборы для более чем 7 тысяч избирателей, узнаете прямо сейчас. Прямые выборы акимов сельских округов свидетельствуют об эффективности общественно-политического диалога в стране. Сегодня в 13 районах области местные жители изберут 70 акимов сельских округов и одного акима города районного значения. Избирательные участки работают с 7 утра до 8 вечера. В городе Мамлютка из трех кандидатов на предстоящие 4 года жители выбирают своего акима. В 7 часов утра избирательный участок номер 324 распахнул двери для граждан, и они не заставили себя ждать. Екатерина Мустафина первая пустила бюллетень в урну для голосования. Я сегодня впервые пришла на выборы акима. Очень рада, что имеем такую возможность. Хочу спасибо сказать большое нашим избирателям, которые придут голосовать, которые пытались сделать все возможное, чтобы эти выборы совершились. Будущему акиму хочу пожелать удачи, чтобы все людские просьбы сбывались, ну и чьи-то, возможно, мечты. Для Кристины Нажмуддинова эти выборы запомнятся. Девушке недавно исполнилось 18 лет, и она стала полноправной участницей избирательного процесса. По негласной традиции первым избирателям дарят подарки, и этот момент сделал событие более праздничным. Ощущение какой-то счастья, что впервые я голосую. Я очень рада, что наше государство дает возможность, чтобы уже новое поколение с 18 лет могли бы выбирать людей для своего же будущего. Исторический момент, первые прямые выборы. В этот день в Мамлюцком районе изберут трех акимов сельских округов и одного акима города. Всего в районе 10 избирательных участков. Из них 4 в городе Мамлютка. У нас все санитарные меры соблюдаются, члены комиссии все провакцинированы, имеют средства защиты, перчатки, маски, и дистанцию мы соблюдаем. При входе избирателя измеряется температура. Если отсутствует маска, мы выдаем маску, и люди заходят голосовать. Ранее акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов избирали косвенным методом. Кандидатуру предлагал вышестоящий аким, а депутаты местных маслехатов поддерживали предложение путем голосования. Прямые выборы акимов позволят местным жителям самим решать, кто должен руководить их населенным пунктом. Избиратели, на мой взгляд, относятся доброжелательно и готовы проголосовать за кандидатов. Проблем в городе много, но они по мере возможности и наличие средств решаются, на мой взгляд. Основные из них – это дороги, подоснабжение и другие социальные вопросы. На избирательном участке для голосования ожидают около 1600 человек. 13 горожан по состоянию здоровья не смогут посетить общественные выборы, а потому к ним приедут на дом. Читака Малединовых – уважаемые люди района. Ветераны труда в силу возраста не могут выходить из дома, но принять участие в выборах считают своим долгом. Народ выбирает, голосуем. Сегодня такую рань, уже голосуем. Хорошо будет, должно быть, но как будет, все не знаем. Надеемся, что они будут добросовестно выполнять свое, и тогда благополучие будет и народу. Более 7 тысяч избирателей по району, многие из которых отдали свой голос в первые часы работы избирательных участков. Большой процент избирателей приходится на город Мамлютка. Город Мамлютка у нас 5366 избирателей. У нас выдвинулись и зарегистрировались 12 кандидатов. Конкурентность по округам составила три кандидата на один избирательный округ. Значит, четыре кандидата у нас были выдвинуты партией Нуратан. Восемь кандидатов в порядке самовыдвижения подали свои документы. Все кандидаты, которые подали свои документы в районную избирательную комиссию, были зарегистрированы. А это избирательный участок номер 325. Всего здесь числится 1019 избирателей. За первые два часа посещаемость составила 20%. Отдавая свой голос выбранному кандидату, жители надеются, что их местность ожидают положительные перемены. По Гуденко дорога, по Комсомольской дороге. Вот я тут хожу, там ямы. Вот надо дороги сделать. Вот самое основное для меня, кажется. Машину они-то разбили, а ходить-то положим не хочется. На каждом избирательном участке имеются наблюдатели. Их цель – обеспечение общественного контроля над голосованием и прозрачностью электорального процесса. Также фиксация нарушений избирательного процесса, если такие произойдут. Люди приходят у нас с самого артера голосовать активно. В основном, конечно, пожилые, среднего возраста. Но что сказать, голосование проходит справедливое, четкое, никаких нарушений не выявлено. 154 человека по району воспользуются правом проголосовать дома. Информация о предварительных итогах явки избирателей будет представлена в 22 часа. Наталья Яитова, Рейнбек Бегужаев, специальный выпуск новостей. Выборы Акимов, городов районного значения и сельских округов знаменуют собой новый этап политической модернизации. В Вагулинском сельском округе Козылжарского района 278-й избирательный участок начал свою работу с 7 часов утра. Подробности далее. В Казахстане проходит одно из главных политических событий этого года. Выборы Акимов сельских округов. 237 кандидатов, из них 163 самовыдвиженцев. В списке избирателей включены 60 471 человек. В Вагулинском сельском округе на пост Акимов претендует трое кандидатов. Для избрания Акимов города районного значения села-поселка сельского округа гражданин Республики Казахстана должен быть не моложе 25 лет, неспособным соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы. В Вагулинском сельском округе 4 населенных пункта. Это Вагулино, Кустовое, Красноярка и Краснояр. 278 избирательный участок. Начали работу с 7 часов утра. На данный момент проголосовало 65 человек. Общее количество избирателей 444. В селе находится 635 человек. Работаем до 20.00. В этих селах проживают 1635 человек, из которых 1043 имеют право голоса. Избиратели отдали голоса за выбранного кандидата и поделились мнением о важности выборов. Дороге бы не мешало, конечно, поправить, потому что давно асфальт в деревне уже мала там дышит, можно так сказать. Не мешало бы хоть немножко подновить его, потому что такая большая грязь, уже трудно ходить. От будущего Акимов ждут точно таких же дел. Позитива, настроя и дай Бог, чтобы закончился этот коронавирус. У нас, в принципе, в селе очень большая инфраструктура работает, очень хорошо работает. Мы хотим, чтобы продолжалась эта наша работа, ну, работа Акима, работа с селами. Всего в текущем году планируется избрание 775 Акимов. Айман Кузембаева, Адиль Нуржанов, специальный выпуск новостей. В Уалихановском районе жители принимают активное участие в выборах в трех сельских округах. Им предстоит проголосовать за 9 кандидатов, трое от партии Нур-Отан, остальные шестеро – самовыдвиженцы. 921 человек хотят отдать свои голоса. Они могут проголосовать за претендентов, посетив избирательный участок, который работает в пяти населенных пунктах с 7 утра до 8 вечера. Женщин у нас в Харатерекском сельском округе один кандидат, и в Тельжанском сельском округе двое. Получается у нас по району три женщины кандидатов. Особенность нынешней электоральной кампании в том, что прямые выборы Акимов сельских округов проходят в Казахстане впервые. В регионе свои кандидатуры выдвинули 237 человек, 163 из них – самовыдвиженцы. В Североказахстанской области функционирует 174 избирательных участка. Независимых наблюдателей – 522 человека. Их координацию осуществляют пять областных, 174 районных мобильных капитанов и 348 стационарных наблюдателей. К слову, количество избирателей – более 60 тысяч человек. Выборы пройдут в демократическом и дегитивном процессе. Население очень активно, потому что в области более 53% населения живет в сельской местности. В общем, все время это население, села были активными участниками выборов. Напомним, что выборы проходят с соблюдением всех санитарных норм. Нарушений к этому часу не зарегистрировано. Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями области, по состоянию на 14.00 часов 25 июля 2021 года, свои бюллетени получили 61,14% от общего количества избирателей, включенных в списки. Абсолютными лидерами по активности электората являются Каинские и Валихановские районы. Здесь проголосовали уже более 73% жителей. Меньше всего свою гражданскую позицию к данному часу проявили тайншинцы. Всего 44% граждан сделали свой выбор. Это была последняя новость выпуска. Увидимся в 19.00. Продолжение следует...